Стрелка спидометра давно перевалила за отметку пусто, а вы все еще надеетесь, что в баке достаточно бензина, чтобы дотянуть вас до ближайшей заправки. И вот, прогуливаясь пешком до АЗС, вы хвалите того гения, который изобрел столь полезное приспособление, как пластиковая канистра для бензина. Пластиковые канистры для бензина изготавливаются из этих гранул, состоящих из концентрированного красителя и добавки, устойчивые к ультрафиолету. Они смешиваются с белыми гранулами, исходным материалом, называемым высокоплотным полиэтиленом, и переработанной пластмассой, измельченной в грануляторе. Все компоненты засыпаются в этот фрезерный станок, где они смешиваются и плавятся. Расплавленный пластик вдувается и принимает форму внутри этих пресс-форм, сделанных из высококачественного алюминия высокой плотности, называемого авиационным алюминием. В результате формовки на пескодубной машине получается мягкая пластиковая труба. Она режется и помещается в форму, после чего в форму заливается расплавленная пластмасса. Далее канистра извлекается из формы и попадает на ленту конвейера. Есть и другой способ отливки формы, с помощью вращения. Низкоплотный линейный полиэтилен насыпается на дно формы. У формы есть крышка, которая плотно закрывается, после чего форма помечается на стальную шест. Шест вращается посредством рукоятки на двух осях вращения одновременно. Это позволяет пластиковому порошку равномерно распределиться по внутренней поверхности формы. Форма помещается в перь, где выдерживается при температуре 310 градусов по Цельсию. Полиэтилен плавится за 15 минут, и еще 15 минут остывает до температуры, которая позволит вынуть его из формы. Крышка формы снимается, и пластиковая деталь извлекается из формы. Здесь изготавливаются и другие предметы из пластмассы, к примеру, кожух для механической части велотренажера. Одни отверстия проделываются пневматическим инструментом. Другие проделываются сверлом. Кожух завершен. А мы возвращаемся к процессу выдувания пластмассы. Этот вид отливки оставляет после себя много лишних остатков, которые нужно удалить. Их срезают этой небольшой пилой. Это небольшая пневматическая дрель проделывает вентиляционное отверстие в канисты. Канистры продолжают свой путь от станка к станку по конвейеру. Следующий этап сборки производится роботизированными манипуляторами. Здесь добавляются последние детали, вроде сливного носика. И после уплотнитель с резиновой прокладкой, предотвращающий утечку. И, наконец, горлышко канистры завинчивается крышкой. В зависимости от плотности формы, процесс отливки позволяет производить от 30 до 120 канистр в час. При ротационном методе на изготовление одной единицы уходит от 45 минут до часа. Готовые контейнеры отправляются в упаковочный цех. И если вы до сих пор не додумались приобрести столь полезную вещь, то теперь хотя бы знаете, как она изготавливается. Продолжение следует...